Здравствуйте, друзья! Хочу вам почитать заметку Евгения Викторовича Жариного, и она называется «Кому нужны эти развалины?» Именно так спросил меня сын наших друзей. Он умный и красивый мальчик. Зевс взял бы его на Олимп и сделал бы своим виночерпием, наградив за красоту бессмертием. И правда, кому нужны эти развалины? В музее античного города Авродиазис мы увидели статую Сатурна или Кроноса, пожирающего собственных детей. Статуя произвела на меня сильнейшее впечатление. Пожалуй, это впечатление превысило то, которое я получил от знаменитой картины Гоэ в музее Прадо. Мы едем по этим развалинам. В нашей компании собрались люди от 70 до 10 лет, чтобы прикоснуться к бессмертию, чтобы безжалостное время замерло хотя бы на короткий срок и перестало пожирать нас. Напрасная, отчаянная надежда. С нами едет прекрасный хирург, который вырвался на короткое время от своего ежедневного контакта со смертью. И он, как никто другой, знает, насколько чудовищной и безжалостной может быть сила Кроноса. А в городе Кибира в Адеоне, где звучала шаманская музыка, рожденная и забытая, античность не знала нот, рожденная до Баха, Моцарта и Бетховена, из орхестры выглядела на нас знаменитая медуза Гаргона, созданная по всем законам объемной живописи будущей эпохи Возрождения. Это был взгляд отчаяния, взгляд существа, монстра, неожиданно всплывшего из глубины забвения. Пасть Кроноса приоткрылась, как театральный занавес, и прошедшее тысячелетие ожило. Но имя автора так и осталось безвестным. Мы смертны, подобно муравьям, плесени на поверхности земли, и едем дальше. Что еще не успела поглотить безжалостное время? От семидесяти до десяти в нашей группе, в этой группе. И кого-то Сатурн уже начал есть. Но Гаргона безмолвно молчит, кричит за всех нас, смертных. И мы, беспечные, летим вперед, к Трое. И год назад с нами мог бы быть еще один человек. Но Кронос сожрал его первым. Стоим мы вместе, падем мы в рознь. И все равно мы бросаем вызов безжалостному времени. И у самого юного нашего путешественника появляются со временем свои развалины. Вот зачем нужны, дорогой мой ганимед, эти развалины.